Зима берет реванш и заставляет коммунальщиков вспоминать методы быстрой очистки. После недавнего снегопада в Реутове борьба продолжается. Инспекторы Госадмотехнадзора проверяют готовность избирательных участков к выборам. Кто попал в черный список? 90 миллионов рублей на 271 подъезд. Стартовал очередной этап программы комплексного благоустройства. Как преобразятся подъезды и когда будут первые результаты? Запись на прием к врачам через интернет бьет рекорды. За два месяца к услуге прибегли больше полутора миллионов человек. В легендарной Держинке теперь новое боевое знамя. С ним военнослужащие пройдут по главной площади страны на Параде Победы. Время новостей на РТВ в студии Ирина Михайлюк. Здравствуйте. Подробности и факты из жизни Реутова прямо сейчас. Начнем с последствий непогоды. Почти три сотни дворников и 42 единицы спецтехники расчищают Реутов после прошедшего снегопада. У коммунальщиков есть ровно сутки, чтобы привести город в порядок. Работа началась в 5 утра. Тротуары, центральные дороги, подходы к пешеходным переходам и социальным объектам чистили в первую очередь и сразу же обрабатывали их противогололедными средствами. Из Реутова вывезли почти 700 кубометров снега. Усиленный режим сохранялся весь день. Что касается работы городского транспорта, здесь никаких изменений. Все автобусы вышли по своим маршрутам, но с несколько увеличенным интервалом движения. Это связано с пробками. Они сегодня в городе весь день и буквально на всех магистралях. Водители призывают быть особенно внимательными и строго соблюдать скоростной режим. За расчисткой снега в Реутове сегодня пристально следили и инспекторы Госадмотехнадзора. Особенно их интересовали избирательные участки. Главное, на что обращали внимание, это подходы и подъезды к местам голосования, а также наличие информационных вывесок и стендов. Кроме этого, инспекторы провели и разъяснительную работу. Объяснили, как найти свой избирательный участок. Наш корреспондент Дарья Агалакова уже готова поделиться этой информацией. Территория убирается от снега и наледи. Таблички информационные имеются. Освещение, да, все в исправном состоянии. Льда нет, снег расчищен. Информационные таблички установлены. К выборам в 10-й школе уже почти все готово. Не хватает только кабинок для голосования, но их установят позднее. Оценка инспекторов Адамтехнадзора – отлично. Сегодня у нас проводились надзорные мероприятия. На предмет соблюдения требований закона Московской области о благоустройстве Московской области. В части, касающейся содержания территорий избирательных участков в надлежащем состоянии. А это уже пятая школа. Здесь подготовка к выборам тоже идет полным ходом. Информационные материалы в порядке. Уличное освещение работает. Территория расчищена. Словом, полный порядок. В преддверии выборов, естественно, мы стараемся задействовать и большее количество дворников. И так, чтобы подходы к школе, подходы к избирательным участкам были бы чистые, чтобы нашим голосующим было бы и приятно к нам приходить, и самое главное – удобно пройти. Сегодня в списке комиссии больше десятка избирательных участков на проверку. Все они на юге. Это, например, городские школы, а еще библиотека на юбилейный 38. Север Реутова проверят завтра. Пойдут в музей и городские учреждения образования. Не считая, сколько количество снега выпало сегодня за ночь. Пешеходная зона вообще находится в отличном состоянии. Все обработано песко-селеными смесями. Всего же в Реутове 18 марта ровно в 8 утра откроется 46 избирательных участков. Не знаете, где проголосовать? Вот краткая инструкция. Узнать, где находится избирательный участок, можно на официальном сайте Центральной избирательной комиссии по адресу цикрф.ру. Заходим в раздел «Избирателем», выбираем подраздел «Найди свой избирательный участок». Дальше – метод поиска по номеру избирательного участка или адресу места жительства. Если в приоритете поиск по адресу, указываем регион, город, улицу, номер дома и квартиры. В течение нескольких секунд система выдаст адрес искомого избирательного участка. Дарья Галакова, Алексей Золотарев для РТВ. И еще о выборах и цифрах. 20 тысяч спасателей и пожарных и свыше 3,5 тысяч единиц техники будут задействованы в обеспечении безопасности проведения выборов президента. Со всеми сотрудниками МЧС уже проведены несколько тысяч инструктажей, консультаций и 820 тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации. На учете трех тысяч объектов для голосования. В каждом проверили наличие резервного электроснабжения и комплексы для электронного голосования. Следить за ними будут больше 700 бригад энергетиков. А мы возвращаемся к теме ЖКХ. Ремонт 30 подъездов начался в Реутове. Комплексная программа по благоустройству официально стартовала. Работы, как и в прошлом году, масштабные. В домах меняют окна, плитку, устанавливают энергосберегающие светильники. Проводку прячут в специальные кабель-каналы. На Гагарина-6, например, уже проштукатурили и зашпатлевали стены и приступили к их покраске. Цвет, кстати, выбирали сами жители. Подъезды абсолютно разные. В одном подъезде будет фиолетовый. Здесь на проспекте Мира, дом 11, будет зеленый оттенок. Через две недели мы точно так же будем смотреть южную сторону. Проверим там, как идет ход ремонта подъезда. Всего в этом году в Реутове отремонтируют 271 подъезд. Деньги на работы выделены. Это 90 миллионов рублей. А теперь к новостям здравоохранения. В Подмосковье на четверть увеличилось количество тех, кто записывается на прием к медикам в режиме онлайн. Только за два месяца таких пациентов более миллиона шестисот. Есть статистика и по услугам информатов, установленных в поликлиниках. К помощи электронных устройств прибегли 550 тысяч раз. А около 400 тысяч жителей региона записались через единый контакт-центр. Напомню, что с 1 сентября прошлого года в Московской области запись к врачу организована только через сайт государственных услуг, информаты или посредством звонков в единый контактный центр по номеру 8 800 550 50 30. Запись к некоторым узким специалистам осуществляется только по системе врач-врач. Вы смотрите новости и мы продолжаем. В дивизии Дзержинского начали подготовку к главному параду страны. Он пройдет 9 мая на Красной площади. 421 военнослужащий чеканят шаг. Пять дней в неделю по четыре часа. А сегодня в знаменитой Дзержинке произошло еще одно знаковое событие. Дивизии передали символ доблести и военных традиций – боевое знамя нового образца. На торжественной церемонии его вручил первый замдиректора Федеральной службы войск Национальной гвардии и Сергей Меликов с места событий Анны Егоршина. Под звуки военного оркестра боевое знамя нового образца вручают командиру дивизии. Явление уникальное. Для военнослужащих это именно та церемония, от которой в буквальном смысле захватывает дух. Этот день навсегда войдет в историю дивизии. Врученное нам знамя – это символ воинской доблести и славы. Оно напоминает каждому военнослужащим и освященным долгие служения Отечеству. Сегодня мы ощущаем особую гордость за принадлежность войскам Национальной гвардии Российской Федерации. Сегодня знамя вручили, а еще вчера шли подготовительные работы. Полотнище прикрепили к древку, а после провели обряд освящения. И по традиции возложили цветы к мемориалу. Новые боевые знамена вручили не только Дзержинке, а, например, еще Московскому президентскому кадетскому училищу имени Шолохова и Саратовскому военному институту. Такой выбор, объясняют главнокомандующие, сделан неспроста. Все эти воинские коллективы пройдут по Красной площади на Параде Победы в колонии войск Национальной гвардии. И для того, чтобы эти парадные расчеты на главной парадной площадке страны были уже со своими новыми боевыми знаменами, символизирующими их принадлежность к Федеральной службе войск Национальной гвардии, мы вручаем эти знамена. Подготовку к параду уже начали. Репетируют пять дней в неделю по четыре часа. Чтобы на главном параде страны плечом к плечу пройти по брусчатке ровно 220 шагов. От исторического музея до спасты башни Кремля под звуки военного оркестра. Анна Егоршина, Сергей Сомов, для РТВ. А сейчас немного о еде. Почти 130 тонн фруктов и овощей, 118 тонн сладостей, 75 мяса и 47 рыбы. Именно столько продуктов купили жители Подмосковья на социальных ярмарках «Ценопад». В числе лидеров также молочная продукция – колбасы, сухофрукты, орехи, консервы и мед. Большим спросом пользуются и непродовольственные товары. Это, например, павлопосадские платки, одежда, обувь и текстиль. Кстати, поделки, ремесленные изделия и различные сувениры риутовчане тоже активно покупают на таких ярмарках. Напомню, они открываются в городе как минимум раз в месяц. По данным службы мониторинга области, купить здесь продукты и другие товары можно почти на 20% дешевле, чем в магазинах, а на некоторую продукцию скидки достигают 70%. Участники таких ценопадов – фермеры и производители Московской области. И что радует, их количество растет с каждым разом. Зимний мороз и небольшой снег приготовила нам погода на завтра. Температура весь день будет держаться ниже нормы. Утром, днем и вечером – минус 10, ночью на 2 градуса холоднее. Примерно в 12 часов начнется слабый снег. Идти он будет в течение 3 часов, вечером и ночью без осадков. Ветер северо-западный – 3-5 метров в секунду. Таким был четверг по версии службы информации городского телеканала обзор главных событий уходящей недели в эфире РТВ завтра в 19.30. Не пропустите.